Субтитры делал DimaTorzok День Великой Победы Лучшие по народной музыке или как род Шалгыновых прославил Хакасию на Дельфийских играх. Золото досталось ученику национальной гимназии. Меньше суток осталось до Дня Победы и этой дате будет посвящена большая часть нашего выпуска. Как собственно и минувшая короткая рабочая неделя прошла под знаком подготовки к святой дате. Власти провели генеральную репетицию военного парада на Первомайской площади. Рядовые жители успевают заказать портреты для участия в акции «Бессмертный полк». Обзор того, что завтра ждет жителей и гостей столицы, смотрите далее. Хоть это и репетиция, но все по-настоящему. Военнослужащие и силовики должны убедить своей выправкой. Техника поразить мощью. Комплексы «Ураган» и «Град», находящиеся на вооружении дислоцированных в Хакасии частей, по задумке организаторов должны не столько устрашить, сколько отдать дань памяти солдатам Великой Отечественной и показать, что и сегодня отчизну есть кому защищать. В рядах участников парада – пополнение. Впервые среди них служащие ракетно-зенитных войск. Их часть сейчас разворачивается, чтобы заступить на службу в республике с 1 июня. Подготовка к 9 мая началась два месяца назад. И за это время, уверены организаторы, удалось отрепетировать каждый шаг, каждое движение. План подготовки выполнен полностью. План предполагал самостоятельную подготовку по подразделениям в течение марта. В течение апреля проведено четыре совместные тренировки. Учитывая, что на 9 мая военнослужащие все же мобилизуются и будут еще более красивыми, подтянутыми и строгими, есть основания полагать, что у нас все получится. Большую часть праздника составит культурная программа. Театрализованные представления, спектакли и концертные номера певцов и танцоров продлятся весь день до самого фейерверка. Каждый раз придумывать что-то новое сложно, но в Министерстве культуры постараются порадовать ветеранов и других гостей торжества. До 22 часов мероприятия будут нон-стоп проходить на площади. Здесь мы в 2 часа увидим трансляцию Большого парада Победы с Красной площади. В 17 часов пройдет акция «Великая Победа», «Стена памяти», где наш национальный архив с молодежной организацией расскажут о своих земляках, которые защищали родину, которые в тылу врага работали в эти годы страшные. Почитают письма земляков из национального архива, которые хранятся сегодня в национальном архиве. Почитают стихи, вспомнят всех ушедших, именно своих родственников. В фотосалонах сейчас тоже оврал. Как правило, в последние недели перед 9 мая люди находят время для того, чтобы сделать штендер для участия в акции «Бессмертный полк». Сейчас ажиотаж не столь велик, как в год юбилея Великой Победы, но заказов все равно много, говорят в одном из фотоцентров Абакана. В чем особенность этого года? Если, например, в том году у кого-то были сведения и приносили, то в этом году те, кто не успел, люди стараются найти родственников, которые расскажут историю их дедов и прадедов, дадут фотографии, то есть каких-то деревень привозят старые фотографии. Историей своих дедов и прадедов в этом году можно поделиться во время марша «Бессмертного полка». Хотя акция зародилась недавно, организаторы стараются привнести в нее что-то новое. В прошлом году участникам предлагалось одеть пилотку деда. В этом рассказать историю солдата. Там на портретах есть только годы жизни, ну, может быть, звания иногда. А истории нет. Вот на сайте мойполк.ру там история есть, там есть возможность выложить историю, а к портрету историю не пристегнешь, да, не напечатаешь на портрете. И мы все-таки решили пристегнуть, школьники наши сказали, это давайте мы истории напечатаем, есть такая возможность, мы их напишем и напечатаем истории наших дедов. И когда шествие закончится, мы повесим портрет и к портрету приклеим на двойной скотч или еще на какие-то там разные возможные варианты небольшую историю деда. То есть можно просто идти и еще истории почитать. Шествие бессмертного полка начнется от спорткомплекса «Абакан» в полдень. В этом году акция пройдет не только в России, но и за рубежом. Так, в восьми городах США, где живут выходцы СССР, люди пройдут с портретами солдат. С каждым годом Великая Победа от нас все дальше. И пусть хотя бы один день в году и те, кто живы, и те, кто пожертвовал собой ради мира на земле, получат всю меру внимания и любви, которую они заслужили. В связи с массовыми торжествами, сегодня и завтра центральная часть Абакана превратится в пешеходную зону. Автомобильное движение будет перекрыто с самого утра. Сегодня с 13 до 22 часов перекрывается проспект Ленина в границах Карла Маркса и Ирыгина. С 20 часов до полуночи автомобилистам нельзя будет проехать по Щетинкино в районе Первомайской площади. Проезд будет открыт только для общественного транспорта. 9 мая проезд по Щетинкино в границах Пушкино и Чертыгашево будет вообще закрыт с 0 часов и до 11 вечера. С 6 утра и до полуночи пешеходной зоной станет проспект Ленина в границах Ирыгина и Вяткино. В связи с шествием бессмертного полка будет ограничено движение по проспекту от улицы Катаново до Вяткино с 10 до 14 часов. Также весь день нельзя будет проехать по улице Ирыгина в границах Советской и Чертыгашево, а с 6 до 10 утра проезда не будет в границах Пушкино-Чертыгашево. Более 5000 ветеранов и тружеников тыла получат поздравления от президента ко Дню Победы. Из общего числа адресатов подавляющее большинство труженики тыла – 4965 человек. 229 – участников Великой Отечественной войны, 43 – жителя блокадного Ленинграда и 94 – несовершеннолетних узника концлагерей. Именные поздравления за подписью Владимира Путина входят в разряд правительственных и вручаются непосредственно адресату. Напомним, что на Великую Отечественную войну из нашей республики всего было призвано около 70 тысяч солдат. Из них вернулось домой около 38 тысяч. Креативно решили поздравить ветеранов Абакана городские автоинспекторы. В канун праздника они вместе со школьниками и студентами расписали в подъездах стены. Символы Победы украшают площадки у ветеранских квартир. Как на это отреагировали ветераны, увидел Константин Кравцов. Фронтовой офицер Виктор Иванович Захаров с интересом наблюдает за творением школьников. Юные художники расписывают стену напротив его квартиры. 9 мая – гуашью. А ведь именно он, пожалуй, единственный среди жильцов всего дома, на передовой встретил День Победы. Мы встречали все ура, ура, стреляли в воздух. Конечно, что-то это большое дело. Такую акцию под названием «Символ Победы» придумали, как ни странно, автоинспекторы. Подключили воспитанников художественной школы, студентов. Это впервые в Абакане, когда ветеранов чествуют таким вот составом. Но это и очередное подтверждение. Не важно, кто чем занимается. Победители общие, как и страшная история Второй мировой. Каждый участник дорожного движения должен понимать, что та страна, в которой мы живем, она существует благодаря ветеранам. И поэтому наша задача – напомнить молодому поколению, чтобы они ценили то, что сейчас у нас есть. Я считаю, что нужно поучаствовать в подобной акции, но если не все, то делать что-то подобное. Потому что это подъем патриотизма. Когда говоришь о ветеранах, сложно подобрать слова. Они либо не совсем емкие, либо чересчур пафосные. В свои 94 года орденоносец Виктор Иванович Захаров в четких подробностях рассказывает о страшной войне. Бесконечные бомбежки, потери, голод, дефицит снаряжения. Но они выстояли и вышли героями. Немцы нас засыпали этими пулями. Там, наверное, тысячи пуль летело со всех концов. А у нас 15 пуль и все. Одно оставил себе, один патрон, на всякий случай. Хакасия сейчас готовится широко отметить 71-ю годовщину окончания Великой Отечественной. И это наверняка не последняя акция для ветеранов. Главное, не стоит забывать – настоящий символ победы совсем не рисунок на стене, а он. Живой человек. Константин Кравцов, Дмитрий Кузнецов. Вести. Хакасия. Если в городах и райцентрах повышенная активность в преддверии 9 мая, то в отдаленных деревушках ветераны вниманием не избалованы. Ситуация стала меняться с тех пор, как появилась программа поддержки малых сел. Различные ведомства взяли над ними шефство и при любой возможности помогают пенсионерам. Далее о том, как это происходит в селе Миндоль Ширинского района. И вот цветочек от нас. Спасибо большое. Его можно будет ростить. Мария Щетинина – один из старожилов села Миндоль. Когда-то здесь был крупный лесхоз, где и работала пенсионерка. А начала она свой трудовой путь еще ребенком в годы войны. В каждый свой приезд в подшефное село сотрудники Госкомитета по охране животного мира навещают руженицу тыла. За проявленное внимание и подарки Мария Егоровна в долгу не остается. Ну все, будем сейчас что делать? Сейчас будем белить? Ну сейчас пойдемте посмотрим, от кого-то чего. За Марии Щетининой ухаживает сын, а вот Василий Белаш – одинокий. Он пережил блокаду Ленинграда, а после войны оказался в Хакасии. Так и остался здесь. Старику за 80, и одному ему тяжело содержать свой дом в чистоте и порядке. Поэтому гости из Абакана с порога взялись за дело. Аккуратненько все, кроватку протерли. Все, все, мы всю пыль смели, где что, какие щели заткнули. Крышу, где вот провалилось, забили, сейчас побелим. Я говорю, будет свежо, хорошо и нормально. Я говорю, ой, я забыл, ой-ой-ой-ой. Старикам важна не только конкретная помощь, но и тепло человеческого общения. Миндоль находится почти на окраине района. Крупные трассы рядом не проходят, как нет и мобильной связи. В таких местах время течет по-другому. Но 9 мая ветераны Миндоля почувствуют себя частью большой страны, которая пережила военное лихолетие и празднует День Великой Победы. И как бы ни было тяжело в малом селе, а здесь нет медпункта и даже магазина, уезжать за благами в большие города старики не хотят. Приезжайте сюда почаще, база есть, можно отдохнуть. Водичка здесь, золото. Вообще замечательно. Воздух свежий. Ну, я не знаю. А сейчас очередная серия проекта «Хакасия в годы войны». Сегодня речь пойдет о том, что происходило и как изменилась жизнь церкви в регионе с 1941 по 1945 годы. К началу Великой Отечественной войны. Церковная жизнь в Хакасии была практически полностью разрушена. Все местные храмы советская власть, если не взорвала, то закрыла. К 1941 году уцелело всего несколько зданий, в том числе и Никольский храм в Абакане. Сегодня историки православия сходятся во мнении, что начало войны стало началом возрождения церковной жизни в нашей стране. 22 июня 1941 года митрополит Сергий, в то время местоблюститель патриаршего престола, обратился к православным. В документе звучит призыв не жалеть себя, своих сил и жизни в борьбе с врагом. Обращение заканчивается пророческими словами «Господь дарует нам победу». Конечно, эти слова в то время не стали тиражировать газеты. Напротив, в местных изданиях летом 1941 года не умолкают антирелигиозные настроения. Безбожников и комсомольцев призывают разоблачать священнослужителей и проводить антирелигиозные агитации. Отношение власти к церкви изменилось только в 1943 году, после встречи Сталина с первыми лицами православия. Перемены коснулись и Хакасии. В Хакасии тоже был открыт храм. Указ о назначении настоятеля и об открытии храма был подписан 25 декабря 1944 года. И первое богослужение уже совершалось на Рождество 1945 года. Интересный исторический факт. В возрождении церковной жизни нашей республики определенную роль сыграл святитель Лука. В 2000 году он был причислен к лику святых. А тогда, в 40-х годах, будучи архиепископом красноярским, именно он назначил в Никольский собор первого священника, протеерея Всеволода Попова. Он был настоятелем храма до самой смерти. К сожалению, информации о том, как жила церковь в Хакасии в годы войны, очень мало. Ее практически нет. Никаких документов на территории республики, которые могли бы помочь в данном вопросе, не сохранилось. Была реформа архива, когда они были переданы ведомству НКВД. Тогда вот эти провинциальные региональные архивы. Наличие этого белого пятна, конечно, очень беспокоит и меня, как историка, потому что я понимаю, что история не терпит пустоты. Поэтому эта тема интересная, и она ждет своего исследователя. Кстати, Никольский храм, который мы с вами знаем сейчас, в годы войны выглядел несколько иначе. Здание было деревянным. Современное нам строение появилось в 80-х годах. По словам священнослужителей, архитектурный стиль и место расположения сохранили. Сегодня в республике действует 43 храма и три часовни. Ведется строительство новых. Православная духовная жизнь в Хакасии возрождается. И начало этого возрождения было положено в годы Великой Отечественной войны. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. В поле зрения прокуратуры попал дворец спорта на улице Чертыгашева в Абакане. Выяснилось, верхний этаж здесь возводили без официального разрешения. Теперь надзорники требуют устранить этот строительный недочет. Так будут ли сносить незаконную надстройку, узнала Наталья Гармашова. Старт строительства этого здания по улице Чертыгашева был дан около года назад. В помещении должны разместиться тренажерные залы. В рамках первоначального проекта ограничиться объект должен был максимум тремя этажами – цокольным и парой надземных. В департаменте ГАЗ проект утвердили. Разрешение на начало работ выдали. Дальше материалы ждали в следующей инстанции – в госстроенадзоре. Они приходили, показали, какие у них есть документы. Мы посмотрели перечень документов, а именно проектная документация не в полном объеме была предоставлена. Соответственно, мы их отправили на доработку. Однако проект в госстроенадзор больше не вернулся. Между тем, стройка началась. В результате здание вышло на один уровень выше положенного. Надземных этажей оказалось три. В середине апреля в дело вмешалась прокуратура. Вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального директора. Это то, что они начали строительство в отсутствии разрешения на четвертый этаж. И то, что не уведомили уполномоченный орган Министерства строительства и жилищно-колуманального хозяйства по начале строительства. Общая величина штрафов в адрес гендиректора будущего дворца спорта составила 30 тысяч рублей. Более того, в течение месяца, до 29 мая, нужно устранить нарушения. На наш взгляд, уже данным обществом приняты меры к устранению, поскольку переданы в госэкспертизу документы на выдачу положительного заключения. По результатам уже получения положительного заключения экспертизы, соответственно, будет департаментом выдано разрешение на строительство. Так что речи о сносе верхнего этажа здания не идет. Кстати, представители дворца спорта в телефонном режиме также подтвердили. Проектную документацию уже привели в порядок. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакассия. Юбилей парламентаризма отмечает страна этой весной. 110 лет назад состоялось первое заседание Государственной Думы. И эта дата стала поводом для встречи с главным депутатом Хакассии. В интервью моей коллеге Татьяне Донцовой Владимир Штыгашев поделился своим мнением о том, какую роль играет представительная власть в истории страны и республики в частности. Здравствуйте, это рубрика интервью. Я Татьяна Донцова. И сегодня мы пригласили к разговору председателя Верховного Совета Республики Хакассия Владимира Штыгашева. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Владимир Николаевич, предлагаю поговорить сегодня о парламентаризме. 27 апреля исполняется как раз юбилейная дата, 110 лет со дня образования парламентаризма. Именно в 1906 году в этот день состоялось первое заседание Государственной Думы. За эти годы мы знаем, что парламентаризм прошел очень много перемен, его ожидало, очень много строев сменилось и так далее. Вот каковы роль и существенные различия парламентаризма на разных этапах развития нашей страны? Парламентаризм – это когда разделяются власти в государстве на исполнительную, законодательную. Каждый имеет свои функции и каждый работает по законам или конституции, все, что как и положено. В Царской России было четыре состава Государственной Думы, четырежды избиралось. До, по сути, революции пока и царя не сбросили. В советское время съезд советов был, решал все. Съезды советов, советы были в районах, в городах, в округах, в областях. И поэтому руководили всем советы. Съезд советов. В 1936 году в советское время была принята Конституция первая, не первая она, собственно, она, 1936 года. И тогда стали избирать советы депутатов всех уровней, от сельского до Верховного совета. По сути, это уже современный был парламент в Советском Союзе. И он тоже просуществовал до наших перестроечных дел. И уже с 1991-1992 года в Российской Федерации существует нынешний действующий парламент, который тоже несколько раз избирался, переизбирался. По сути дела, образована была система парламентская, классическая система парламентская, которая имеет два состава, то есть две палаты парламент. Это Государственная Дума и вторая палата Совет Федерации. Вот, собственно, они взаимодействуют, над всеми стоит президент и взаимодействие. Парламентаризм все-таки это развитие демократии. Из абсолютной монархии Россия перепрыгнула сразу в демократическое состояние. И я думаю, что это нам удалось пройти нормально, хорошо. И это очень важно. Владимир Николаевич, ну а если говорить по составу, вот дореволюционная дума была очень разнородна по составу. Да. Можно ли то же самое сказать про Верховный Совет Хакасии? Ну, что касается Верховного Совета Хакасии, он тоже у нас по составу был 75 депутатов. Сейчас у нас избирается 50 депутатов в Верховном Совете. На каждых выборах. И сегодня, по партийному признаку, у нас входят 4 партии. Партии какие? Это Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Коммунисты России, ЛДПР. Вот 4 фракции у нас в составе Верховного Совета. Надо сказать, что в основном работают конструктивно. Главная цель, которая определена парламенту, они выполняют. И я думаю, что вот, а что касается, вот по составу Верховного Совета, у нас 32 депутата, это которые второй раз избрали, то есть они были в предыдущем составе. В первые избранных депутатов 17 из 50, это немало тоже. Имеют высшее образование из 50 депутатов 45, это 92% от общего числа депутатов. Довольно высокий образовательный уровень. Имеют специальность по образованию высшее и среднее профессиональное, инженерное, техническое 15, экономическое 11, строительное 8, юридическое четверо, педагогическое 3, медицинское и так далее, сельскохозяйственное. То есть имеют специалисты разных отраслей экономики, народного хозяйства. И это дает возможность более профессионально рассматривать и решать вопросы. Верховный Совет что? Разрабатывает и принимает законы. Обеспечивает в определенной степени контроль за их исполнением. Но право законодательной инициативы у нас имеют не только депутаты Верховного Совета, но и правительство, районные и городские советы депутатов, то есть представительные органы местного самоуправления. Право законодательной инициативы. Владимир Николаевич, Вы уже затронули тему, что в следующем году Верховному Совету Хакасии исполняется 25 лет. Вот если говорить вот об этих 25 лет, 25 годах, что является незыблемым в работе депутатов всех созывов? И что изменилось, может быть, какие-то резкие перемены Вы можете отметить? Конечно, депутаты профессионально выросли. Люди думают, что все депутаты 25 лет и работают. Нет. У нас за это время сменилось, прошло депутатскую школу, я точно не считал, но в порядке примерно, ну, по крайней мере, около 300 человек. Это немало. Многие потом становятся в исполнительной власти работают, на хозяйственную работу переходят. По крайней мере, знаю, что половины министров, они все были депутатами, действующих ныне министров. Заместители, председатели правительства прошли эту школу. Я думаю, это очень полезно и нужно. Поэтому я хотел бы сказать о депутатах, так что профессионально, ответственно работают и добиваются определенных результатов. Как Вы можете оценить роль Верховного Совета, например, в жизни каждого жителя? Да, у нас ни один закон за 25 лет не отменил никакой суд, ни конституционной, ни общей юрисдикции. Но мы действительно некоторые законы отменяли, они утратили силу, и поэтому сами изменяли этот закон и так далее. Это говорит как раз об устойчивой системе, которая у нас сегодня сложилась. Ну вот, собственно, устойчиво работает и Верховный Совет. Законы периодически обновляются, требуют внесения изменений, поэтому работа эта налажена, активно работают комитеты, комиссии Верховного Совета. Я должен сказать, что и правительство активно работает с нами. Имея огромный опыт исполнительной работы, они же анализируют постоянно, что удается, что... Поэтому правительство неслучайно является инициатором внесения изменений, ну, условно, в 60% случаях инициативу проявляет по внесению изменений, совершенствованию наших законов. И это как раз позволяет, чтобы законы действительно работали. Нам удалось и поднимать среднюю заработную плату в Хакасии, минимальный размер оплаты труда, выплачивать социальные пособия многим категориям граждан, начиная, как говорят, от многодетных матерей, кончая там больные люди, которые не могут в состоянии сами обеспечивать себя. И я должен сказать, что социальная политика у нас, она такая демократичная, и законы, которые мы принимаем, она сегодня защищает огромные слои населения. Конечно, не в той степени, как бы нам всем хотелось, но, по крайней мере, дает возможность достойно жить, существовать, по крайней мере. Но вообще, Владимир Николаевич, Вы считаете, что удалось вот за эти 25 лет решить те задачи, которые ставились? Государство существует уже несколько тысяч лет вообще на земле. Еще ни одно государство не решило вопросы. Поэтому за 25 лет, то, что мы ставили задачи, многие вопросы нам действительно удалось решить, и в силу разных причин какие-то были невыполнения каких-то отдельных направлений. Но они связаны, мы же не где-то отдельно живем, а мы в составе федеративного российского государства. И на нас еще действуют законы Российской Федерации, и мы обязаны им подчиняться. Бывает, что нестыковка этой политики на уровне федеральном или там региональном, который происходит у нас. Бывает, что не удается вовремя выполнить все социальные обязательства, которые мы там брали в законах или в бюджете. Но в целом удается выполнять процентов условно на 90-95. Это очень-очень хороший показатель. Владимир Николаевич, но планы на будущее, и как Вы оцениваете перспективы развития Хакасии? Ну, перспективы развития Хакасии я вообще оцениваю в целом позитивно, поскольку вот так, как говорят, Бог одарил Хакасию. В недрах Хакасии сосредоточена вся таблица Менделеева по разведанным запасам. Мы являемся четвертым регионом в Российской Федерации по объему добычи угля. Четвертым из 87 субъектов. У нас добываются железные оруды, у нас молебденовые оруды. И это позволяет нам строить на будущую хорошую картину, размещать промышленное производство, создавать новые рабочие места для того, чтобы люди могли где-то зарабатывать, и готовить специалистов по этим направлениям. Естественно, это развитие сельского хозяйства. Почему? Потому что у нас есть полная возможность обеспечивать продуктами питания у себя в Хакасии и здесь. Вопросы строительные, индустрии, строительство. У нас они постоянно на контроле находятся. И вот сейчас надо усилить жилищное строительство в Хакасии. Хотя мы не отсталые в стране, мы идем где-то условно в первой половине субъектов Федерации, но тем не менее, качество жилья надо всегда повышать. Это и смена, и замена аварийного, ветхого жилищного фонда. Это мы активно работаем. И я думаю, что мы с этой задачей в ближайшие 5-6 лет полностью справимся. Правительство нацелено тоже на позитивную работу, эффективную работу. Это тоже вдохновляет. Спасибо. Напомню, это была рубрика интервью. Сегодня гостем у нас был председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штыгаш. Работники СМИ решили сделать свой вклад в восстановление сел пострадавших от пожаров 12 апреля. По инициативе Регионального союза журналистов они высадили аллеи в Кирбе и Шира. Причем в последнем селе акция дополнилась интересной для школьников инициативой. Виктор Буров расскажет подробности. Во время пожара 12 апреля Шира пострадала больше всего. Восстанавливать село с первых дней помогали в том числе журналисты республики. Регулярно проводили субботники. Наравне со спасателями расчищали усадьбу от завалов. Помогали при строительстве. Стали ждать, когда будут оказывать эту финансовую помощь. Собрали деньги. Понимаете, вот было очень ужасно. Вечером пришли коровы. Они уже привыкли. У них свои стайки. Там сеновал, где воду пьют. Здесь все выгорело. Все абсолютно. Сегодня труженики пера облагораживают восставшее из пепла село. Теперь на центральной площади будут красоваться не только тополя, но и сосны. Саженцы привезли с Абазинского перевала. Там есть специальный питомник. Для нас, журналистов, более привычный инструмент – это ручка или микрофон. Лопатами мы пользуемся крайне редко. Пожалуй, только во время отпуска на дачных участках. Но сегодня к акции присоединились все СМИ республики. Оселенить Хакасию решил Союз журналистов республики. Накануне газетчики и телевизионщики посадили аллеи у мемориала воинам Великой Отечественной войны в Кирбе Бейского района. Сегодня экологический отряд снова в командировке. Я думаю, каждому деревцу нужно присвоить имя журналиста. Вот садит, допустим, Валя Корзунова дерево. Дерево имени Вали Корзунова. Она как бы будет, а как там мое деревцо? Позвонит Ширинскому главному редактору Лене Щепцову и скажет, Леня, вы поливаете наши деревья? Как там моя елочка? К лету Союз журналистов организует фотоконкурс среди школьников Шира. Победит тот, кто сделает самый лучший снимок восставшего после пожара села. А учить фотоискусству детей будут лучшие фоторепортеры СМИ республики. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия. Музыкант из Хакасии Юрий Шалгынов победил на 15-х молодежных дельфийских играх. Состязания проводятся раз в год. За звание лучших борются юные таланты России в области искусства. Республику представляли детская художественная школа и национальная школа искусств. Номинации «Народные инструменты» не было равных молодому музыканту Юрию Шалгынову. Юноша в совершенстве владеет хакасским музыкальным инструментом «Хомес». Ранее он уже побеждал на республиканских конкурсах. В частности, прошлым летом стал лучшим в одной из номинаций «Айтыса». Членов жюри дельфийских игр покорила не только мастерская игра, но и само произведение. Юрий исполнил первый концерт «Сказание для Хомеса», написанное известным хакасским композитором Татьяной Шалгиновой. В результате первое место и золотая медаль. Как говорит победитель, творческое вдохновение ему дарит родная земля и культура. «Когда я играю в концерт, мне представляются образ Хакасии, природы Хакасии. Я рассказывал эпос не словами, а музыкой. Я думаю, что я донес это музыкой до зрителей, и они поняли». На этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что завтра на нашем канале с 9 до 12 часов будет вестись прямая трансляция с празднования 9 мая. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok